Олег Иванович, Зеленский требует, сегодня записал обращение, дальнобойные ракеты. Он показывает Харьков, вчерашний удар, ну, в ролике, да, и говорит, что за неделю россияне применили более 900 кабов бомб, 400 шахедов и почти 30 ракет разных типов. И обычно мы в этом ряду видим просьбу о ПВО. Сейчас мы видим просьбу о дальнобойном оружии. Ну, есть там целая, как бы, опять интрига, западная пресса, там, Майкл Карпентер пишет о том, что решение еще не принято, Байден вот будет принимать это решение. Ну, и вообще план победы Зеленского никто не видел, хотя до этого нам говорили, что видели, ну, американцы. Как вам кажется, вот сейчас идет, ну, как бы, такая информация о том, что шахеды могут летать над Украиной круглосуточно. Ну, то есть, они выходят на производство, и там, условно, 20-30, не знаю, тысячу-две тысячи шахедов, то есть, мы можем видеть в день, ну, например, да, по разным уголкам страны, и, как бы, они могут варажировать, летать и угрожать атакой наши объекты. Это много. И круглосуточная тревога в стране, Украина, это прям большая проблема. Но мы просим не ПВО, а мы просим дальнобойные ракеты. Почему? Это будет не проблема, это будет катастрофа. То есть, все встанет. Встанет все. То есть, страна разделится на, вот, то есть, левый берег сможет ездить на правый берег. Ну, не сможет. Но сам метро станет. Следующие автомобили, я вот как-то попал пару раз в такие пробки. Два с половиной часа одиннадцать километров ехать. Одиннадцать километров, чтобы ехать на правый берег. Два с половиной часа. Это описаться можно, если бы отсидеть. Это, 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 это я с дома выезжал. А если кто далеко едет. Поэтому, а выехать невозможно. Полностью коллапс. Вот они в шесть часов начнут запускать. Вот шесть, и все. И коллапс. Вот недавно же был этот коллапс, да? И я в него попал, да? Выдыхал. Думаю, дай-ка я быстренько продышу. Конечно, тревога. Думаю, тревога, никого нету. И я проскочу, и тут такой смелый. Ага. Таких оказалось смелых. Все смелые такие. И все поехали в это же время. Тут ведь ситуация другая. Я эту проблему вижу. Опять же, это политично. Вы правильно задаете вопрос. Но я смотрю не на следствие, а на причину. Почему они летают над нами круглосуточно? Они же как-то, какой-то у них позиционно привязаны. Привязка есть какая-то. Есть. Как они летают? Ну, по нашим, как специалисты говорят, по сим-картам, там, GPS и тому подобное. Летают. Даже пустые. Как наши летают над Россией? Я же один тоже примерный. Это я сказал про космос. А еще что-то есть. То же самое, такая система позиционирования в России стоит. Но я не про телефонный говорю, там, чуть-чуть другая. Про геодезическое позиционирование. Заплати деньги, и тебе будут... То есть у них стоит такая система, что заплати деньги, и тебе точно будут давать до миллиметров координатные. А карты, как там, Google или Яндекс-карты, все это видно. Я же про снаряды. Кстати, почему так взорвалось хорошо? Там бомбы лежали. Тысячи, десять тысяч, которые вообще не были. Семь тысяч, которые вообще... Нет, пять тысяч, кажется, пять тысяч и десять тысяч. Ну, в общем, не три тысячи, а там еще, которые еще с времен, после Второй мировой. Их просто никуда не прицепишь. Это же такое здоровенное. А ну, вот это все хорошо взорвалось. Ну, и новенькое. Видите, оно как вот так рассыпается, вот так летит вот таким. Это все, что связано с ракетами именно ПВО, или все, что связано с ракетами именно твердотопливной, где твердотопливной. Поэтому само по себе в современном мире можно... Чуть ли у меня не вырвалось слово, которое употребляет командир взвода при общении со своими солдатами. Ну, можно замучить всех, которых будет... Всех замучить. Вот это будут летать. Если отключишь по систему позиционирования телефона, то вообще все станет. Я же про транспорт говорю. А так, и так, помните, свет выключали? Через 30 минут все в станции садились. Пока аккумуляторы будут, оборот, через 30 минут все. И бегаешь, надо кому-то позвонить, и бегаешь по району, как этим... Вспоминаю в школе, когда бегал. Охота на лист. Раз, бегаешь. Где же сигнал нужно? Словил сигнал, раз, передал. Чтобы передался. И тебе ответили. Ты же не будешь, весь город будет бегать и искать, где сигнал. А сигнал этим таким лепестком идет, да? Если кто не знает, как каштановый лист, таким лепестком надо еще его найти. Поэтому это приведет к катастрофе. И это пока худой сдохнет. Когда толстый сохнет, худой сдохнет. Это самое неумное, что может быть, именно в политической составляющей. И про ракеты. Тому по себе нам 500 ракет никто не даст. Даже 300 не дадут. А 300 ракет, да, если можно сделать один залп. Вот представьте, сделать залп, 300 ракет. Значит, естественно, система ПО будет перегружена. При этом еще запустить 500 наших бесполотников. Ну, уровня Шахеда, там, ну, на 40-шлист, такие бесполотники запустить. Да, система ПО будет перегружена. Но это будет удар. Ну, удар. Ну, хорошо, приведет, приведет к чему-то. А потом все. Потом будет ответ на удар. Россия не смогла ничего сделать с нашей энергосистемой, ничего не смогла сделать, именно разрушив жизнь вообще-то из ЖКК и тому подобное. Сколько они по нам ракеты пускали? Правильно же? Поэтому такого количества у Запада нет. Если кому интересно, если кто не верит, в Гугли, наберете в Гугли и пишите. Сколько выпущено скальпов, сколько скальпов. Сколько скальпов. Это не скальпус скальп, а это он аббревиатура, это слово сложено. Потом сколько выпущено Тауросов, сколько выпущено Атакамцев, сколько выпущено Джеймс. Джеймс, а Джеймс это перевод его такой, общевойсковая ракета, поверхность, воздух. Вот воздух поверхный, вот это Джеймс переводит. Атакамс также самое переводит, общевойсковая ракета, поверхность поверхности. Сколько выпущено? А в нашем штате сколько должно стоить? Поэтому именно в штате армии, которые ждут войны к 27-му году, война будет. Штаты ждут войну с национальной освободительной армией Китая, с Россией к 27-му году тоже войну ждут. Поэтому нам лишнее никто не даст. И такого количества не дадут. Поэтому вы правильно задаете вопрос. ПВО основа, основа основа для того, чтобы население не вошло в панику. И сейчас у каждого посттравматический стрессовый синдром, у кого сильнее, у кого меньше. Но все на таблетках. Люди старшего поколения живут на таблетках и на успокоительных. Все кардиологи загружены, потому что сердечно-сосудистая система у всех людей 50+, у всех развалены. Без успокоительных не живут, без сердечных. А представьте, что такое было. Все выбрали. Олег Иванович. Ну, кстати, пенсионный фонд будет рад. А это да. Хороший черный юмор, да. Такой достойный. Ну, окажется. Да. Олег Иванович. Буданова уволят? Я так думаю, что не уволен. Если рассматривать вопрос, связанный с военной точки зрения и военной. Это просто Буданов начальник главной украинской разведки, который входит в САТА в Министерство обороны. То есть военная разведка, военная разведка, стратегическая разведка. Если с военной точки зрения подходить. Если подходить со стороны политической, то спросите у политологов, политтехнологов. Но ситуация такая, что раз этот вопрос подняли, то однозначно могу сказать, вы в ближней срочной и средней срочной перспективе не уволен. По крайней мере, до 5 ноября. Могу точно сказать. Не уволен. А там уже, я не знаю, что в мире. Тут в мире непонятно, что будет после 5 ноября. В мире. А что тут мы говорим про должность одного из руководителей разведца общества Украины? Нет, ну смотрите. Когда умеров увольняют замов, об этом сообщают, пишут, что вот смотрите, без ведома Буданова уволили замов. Мы же помним, то же самое было с заложным. Ну прям след в след, шаг в шаг. Такая точно программа, такой точно сценарий. То есть сначала там кого-то где-то потеснили, помощники, замы, потом, собственно, дошли до него. Ну, помню, я сейчас скажу, вы мне опять скажете. Стандарты НАТО. Почему не принимают стандарты НАТО по кадровым вопросам? Не, его приняли, только не имплементировали. Назначили 48 месяцев от звонка до звонка. Все, потом на пенсию. Другой. Почему не принимают? А почему те должностные лица, кого назначили, этот вопрос не будируют? Вот у них спросите, почему они это не будируют? Следующий вопрос. Зачем увольнять? Зачем увольнять? То есть зачем было назначать, если увольнять? У меня уж возникает. Если, значит, назначили, значит, вы совершили кадровую ошибку. Значит, если совершили кадровую ошибку, тогда кто издает указ или кто издает приказ, он должен выйти и заявить, уважаемые грамотяны Украины, я помыл их. Нет, не должен. Нет, еще раз. Подождите, так было в довоенное время. Сейчас нам никто ничего не должен. Еще раз повторяю, должность министра обороны – это политическая должность. Я не про военные должности. Главкомы – это да, это высшая военная должность. Значит, он высший военный, а Будана – высший по уровню, именно все, что связано с военной разведкой, тоже высший руководитель. Поэтому он и не входит в состав вооруженных сил, в Денштаб. В Денштаб входит другая чуть-чуть структура. То же самое, как оно в ГУР, но оно чуть-чуть другая. А это военная разведка. Это же военная разведка не только, вот как мы, я сейчас отвечаю на ваш первый вопрос. А военная разведка – это военные атошаты. Это нелегальные разведчики, это военные разведчики. Ну, типа Штирлица. Ну, Штирлиц – это военный разведчик, если чтобы было понятно. У нас что таких, у нас Штирлица навалом такие. Они и должны быть. Потому что кто-то должен проводить агентурную работу. Тем более на нелегальном. Это и работает. У всех это есть. У РУМО тоже есть. У Грушников российских тоже есть. У МОСАДА смотрите, какую операцию провел. Это вообще операция, если, опять же, оценивать с точки зрения профессионализма, это высочайшую операцию, он по пейджерам это провел. Это такая, я даже, я на это смотрю, знаете, я понимаю, сколько планов, как это все. Самое основное было сохранить режим секретности. И второе – делать так, чтобы политики об этом не узнали. То есть военный, то есть структура знает, а чтобы никто из структуры не побежал к политикам и не сказал, мы такое проводим, а для чего? А вот назначьте меня на должность, я вот такой вам предан. Никто не побежал, высшие политикам рассказывают, что мы такое проводим. А раз политикам не сказали, все, оно никуда не ушло. То все в основном разрушают. Политики, попробуй нашим что-то скажи. Через пять минут только скажи. Знаете, я всегда как пример провожу. Если, как я, операции всегда проведу. Я уже второй, на втором эфире об этом говорю. Ну, ничего страшного, повторение моего течения. Когда мне надо было проводить следующие операции, я приходил к своим самому доверенному лицу, типа в части, когда дивидию обслуживал, потом уже в центральном аппарате уже намного выше, приходил и говорил, рассказывал историю. И говорил, только никому не говорил. Это секретно. Это моет. Все. Я знал, через пять минут буду знать об этом все. И, естественно, я снимаю информацию и провожу соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Ну, в том числе и связанные с контролем телефона, канала связи. Такое тоже, оказывается, есть и было. Было, есть и будет. Поэтому все это, поэтому они не рассказали, сохранили режим секретности. И только министр обороны Израиля, Голланд, да, его как-то, он позвонил коллеге своему и сказал, то есть в Штатах, и сказал, что что-то будет, но не сказал, что. Понимаете, тут это все очень серьезно. Это уровень. А у нас до такого, дай-то Бог, до такого дойти нам тяжело. Потому что как только наши военные начинают рассказывать, сразу об этом мы все знаем. Тут же знаем. У нас был определенный рупор в одном комитете, который все рассказывал. Что не произошло, закрытое заседание, оба-на, уже смотрим, читаем, уже знаем, какие вопросы выносились, что говорили высшие военные руководители. Олег Иванович, но все-таки, вот, исходя из вышеизложенного вами, мы понимаем, что какая-то странная война. Ну вот, заложный, у которого доступ к гос. тайне, он знает массу секретов, обстановку, то есть там по фронтам, по вооружениям, по, ну, секретную информацию. Посол. Просто, вот вы говорите, не уволят Буданова. Возьмут и уволят, например, да? Так, это человек, который знает больше. Ну, я же сказал, до 5 ноября. Я сказал, ближнесрочный, среднесрочный перспектив. До 5 ноября. А там, говорю, там непонятно, что вместе с миром будет. Кстати, октябрь-ноябрь, октябрь, вот сейчас мы в октябрь вступаем, это будет такая экскалационная составляющая, что, знаете, будет такая борьба за мир, что камни на камне не останется, да? Как я уже на вашем, на вашем канале об этом говорил. Или, как это, и живые позавидуют мертвы. Это когда мы так, когда учились. Слушайте, вообще, конечно, вы, конечно, извините меня, но военные, это ужасный народ. Ну, вот честно. Да, мы циник. Мы циник. Нас ведь, я же рассказываю. Вы говорите, Армагеддон, и так вам весело, улыбаетесь. Это не весело. Я вам скажу, я же привожу пример. Когда вот вы служили, у нас вот картина Саврасова. Грачи прилетели, да? Мы все смеялись. Картина Саврасова, ГЧ прилетели. И радуемся. Или вот тоже пример, так как на оружии, на занятиях по оружию массового поражения всегда, всегда говорят, надо падать в противоположную сторону ядерного взрыва, вспышки ядерного взрыва. Все объясняли солдаты. Нам объясняли, и мы солдатам также объясняли. А почему в противоположную сторону? Как почему? Как чтобы видеть, куда твои ФБРЖ полетели, в какую сторону полетели. Ну, такой-такой у нас юмор какой. Нас готовят, то есть кадровых офицеров всегда готовят. Мы первые, когда противник, когда есть нападение на страну, кадровые офицеры сразу идут защищать. А потом уже страна, то есть задача кадровой армии защитить страну от, дать возможность три месяца государству, чтобы провести мобилизацию. То есть все погибли, 300 спартанцев, все погибли. Такая задача армии. У нас и тоже сейчас эта армия, кадровых-то осталось немного, а в основном армия-то мобилизация все. Бусифицированные из них половина. Академия. 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 Продолжение следует...